Всероссийские соревнования по гиревому спорту памяти выдающегося советского тяжелоатлета Николая Шатова и чемпиона мира по гиревому спорту Бигзады Смогулова прошли в Омском велотреке 1 и 2 марта. Турнир много лет проводился под эгидой чемпионата Сибири и Дальнего Востока и только в этом году вышел на новый уровень. Мы пришли к мнению, что нужно поднимать статус, потому что ребята съезжаются сильные, очень много членов сборной команды России и мы решили проводить по эгиде Всероссийской Федерации сборной. Нас поддержали на таком высоком уровне. Министерство спорта Омской области пошло нам навстречу. В толчке длинным циклом среди мужчин весовой категории до 63 килограммов мастер спорта Владислав Морозович показал лучший результат – 55. До личного рекорда о мячу не хватило одного подъема. Думал больше сделать, но из-за того, что начинается весна и начинается витаминоз, из-за этого тяжело становиться всем спортсменом. Начинаешь-то вроде ничего, а потом где-то спрятаешь шестой минут и просто начинаешь все тело неметь. Начинаешь думать, так-то наставить, все. То есть организму тяжело, мозгу тяжело отказываться, категорически нет. Но все равно стоишь, думаешь, надо дорабатывать, сам себя перебарываешь. В первую очередь это идет борьба с самим собой, а потом уже на результат и третья только с соперником. В категории до 68 килограммов на первом месте оказался еще один представитель Омской школы – 19-летний мастер спорта Дмитрий Ханов. Он выполнил 60 подъемов. Благодаря этой победе Дмитрий в конце марта примет участие в первенстве России, где планирует пройти отбор на аналогичные соревнования Европы и мира. В категории 68, которая выступает, надо 72. Получается, еще 12 подъемов надо, как минимум. А я вот хочу согнаться в 63-ку, а там получается мастер-познурного класса 59 раз, как раз, который я выполнил, получается. И вот на Россию хочу попробовать схуднуть, посушиться и попасть в 63-ку. Выиграть Россию и поехать на мир в Германию. Соревнования в Омске стали подготовкой к чемпионату Европы для члена сборной команды России мастера спорта Сергея Рысника. В категории до 85 килограммов ему не было равных. Отстоял положенное время и с большим отрывом от соперников поднял гири 80 раз. Пока он действующий мастер спорта, показывают уже результаты мастера спорта международного класса. Является магистрантом автодорожной академии. Мой воспитанник. Он является также победителем первенства России и мира среди юниоров 2017 года. Серебряный призер чемпионата России 2018 года. Перспективный спортсмен. Еще один член сборной страны выступил на Омском помосте. Мастер спорта международного класса Александр Донских. Тренируется он под руководством заслуженного мастера спорта Антона Анасенко. Изначально правильно выбранный темп помог атлету сохранить силы до самого конца. Сегодня исключительно на победы и все. Но появилось больше сил после того, как один из участников покинул? Да, облегчил. Облегчил, конечно, все соревнования. То есть это придало сил непременно. То есть осталось там четыре шага сделать до победы. Естественно, я этот шанс не упустил. Вот, воспользовался им в полной мере. На соревнованиях пять гиревиков выполнили нормативы мастера спорта. Среди женщин это сделать посчастливилось Любови Ткачевой из Тюменской области. В весовой категории до 63 килограммов девушки выполняли рывок гири. Любовь выполнила 129 подъемов и установила личный рекорд. Я счастлива. Это такая первая большая жизненная цель, которую я решила достичь. Я не знаю, откуда я взяла свои силы, потому что головой я готова была уже поставить на середине выступления. Но я столько сил в это вкладываю, столько людей за меня болеют и столько поддержки получаю, что просто подвести и поставить гирю, потому что тебе это захотелось, мне кажется. Значит, подвести своих близких, которые за тебя волнуются, переживают. В рывке в категории 63 плюс среди женщин высокий результат показала новоиспеченная международница Анна Киреева из Тюменской области. С большим отрывом от соперниц она выполнила 167 подъемов. В общекомандном зачете победителем соревнований стала сборная Омской области. Команда Ямала-Ненецкого автономного округа расположилась на втором месте. Третьими стали спортсмены из Ханты-Мансийска.